Что если бы астероид динозавров сегодня летел прямо на Землю? Уже давно доказано, что причиной завершения эпохи динозавров стал огромный метеорит. Он врезался в нашу планету около 66 миллионов лет назад. Его падение вызвало самые катастрофические последствия. На Земле сохранилось не более четверти всех живых организмов. Динозавры не могли предсказать эту катастрофу и подготовиться к ее последствиям. Если представить, что Земле снова грозит столкновение с огромным метеоритом, то возникает множество вопросов. Сможет ли человечество вовремя заметить приближение опасности и защитить планету от катастрофы? Все мы не раз наблюдали так называемые падающие звезды. На самом деле этот эффект вызван сгорающими в атмосфере метеоритами небольших размеров из камня или металлов. Практически каждый день на поверхность нашей планеты падают обломки диаметром 10-12 сантиметров. Они слишком малы, чтобы нанести Земле и ее обитателям какой-нибудь вред, ведь до поверхности планеты они долетают в виде песчинок. Реальную опасность для людей могут представлять небесные тела размером в несколько метров, которые падают на Землю единым куском, либо взрываются в атмосфере и засыпают обломками большую территорию. При падении в густонаселенной местности такие камни могут нанести серьезный ущерб, убить или покалечить людей. Даже небольшой камень, падающий с огромной высоты при попадании в человека, может нанести серьезные увечья. Достоверных данных о подобных случаях имеется не очень много. Из самых известных примеров можно выделить две истории. В 1954 году в Соединенных Штатах зафиксирован случай, когда обломок весом около 4 килограммов пробил крышу дома. Камень отскочил от мебели и ударил хозяйку дома по ноге. Женщина отделалась сильным ушибом. В 2021 году пробивший крышу метеорит упал в нескольких сантиметрах от головы спящего человека. Самым большим небесным телом, упавшим на Землю за последние 100 лет, стал Челябинский метеорит. По подсчетам ученых, его диаметр достигал 18 метров и весил он 11 тысяч тонн. На высоте более 23 километров метеорит взорвался, его обломки засыпали Челябинской несколько соседних городов. Осколками и взрывной волной были повреждены здания, разбито множество окон, травмы получили примерно полторы тысячи человек. Общий ущерб от упавших осколков составил около 1 миллиарда рублей. При этом самый крупный обломок весом 570 килограммов упал в озеро. Сейчас его можно наблюдать в местном музее. Часто крупные метеориты падают в океанах или в безлюдных местах. Поэтому о нанесенных ими разрушениях большинство людей ничего не знает. Но в 1908 году случилось одно из самых загадочных событий, связанных с падением метеорита. В районе дальневосточной реки Подкаменная Тунгуска местные жители наблюдали явление, похожее на взрыв атомной бомбы. Они говорили о грохоте, высокой температуре и очень яркой вспышке света. Причем эти эффекты испытали на себе люди, находившиеся на расстоянии более 60 километров от эпицентра взрыва. Взрывная волна сбила с ног и повредила окна в домах в населенных пунктах, удаленных от места падения на 100 километров. Исследователи обнаружили в месте предполагаемого падения небесного тела огромное количество поваленных деревьев. Вся тайга в радиусе более 25 километров была уничтожена, но ученые так и не смогли найти воронку от падения метеорита. Поэтому многие до сих пор называют это явление тунгусским событием, не употребляя слово «метеорит». Есть гипотеза, что все эти разрушения были вызваны крупной кометой или астероидом, прошедшим через атмосферу Земли по касательной траектории. Моделирование этого события говорит, что такой эффект мог возникнуть при прохождении в опасной близости от Земли металлического астероида диаметром около 200 метров. Если бы такое событие произошло не в глухой тайге, а над крупным городом, то его последствия были бы катастрофическими, но не смертельными для человечества, что нельзя сказать о возможном падении астероида, подобного уничтожившему динозавров. Ученые назвали тот метеорит Чикшулуп по названию ближайшего мексиканского городка. Считается, что он имел размер более 12 километров, а в оставленные им воронки легко бы уместились две горы, равные Эвересту. Исследования обнаруженного кратера показали, что он мог достигать 150-180 километров в диаметре. Сила взрыва при падении этого метеорита была такова, что все в радиусе 70 километров просто расплавилось. В небо было выброшено более 15 тысяч тонн земли и камней, а в океане образовалась волна высотой в полтора километра. Выброшенные в небо раскаленные камни падали обратно на поверхность в радиусе нескольких тысяч километров. Это вызывало новые разрушения, землетрясения и пожары. Выброшенная в атмосферу пыль и вулканический пепел вызвали наступление ядерной зимы. По подсчетам ученых, она длилась около 10 лет. Именно ядерная зима, а не само падение метеорита, стало причиной окончания эпохи динозавров. Из-за похолодания климата погибло большое количество растений. Вслед за ними вымерли травоядные животные и хищники, а динозавры дожили до нашего времени только в виде небольших по размерам птиц. Но многие ученые говорят, что именно этот гигантский метеорит стал причиной появления людей, ведь предки млекопитающих оказались лучше приспособлены к выживанию в условиях холода и ограниченных запасов еды. Сейчас мы все чаще задаемся вопросом, сможет ли человечество пережить подобную катастрофу, случись она в ближайшем будущем. Ученые постоянно отслеживают траектории движения всех известных крупных комет и астероидов. По статистике, практически каждый день на Землю падают метеориты в несколько десятков сантиметров. Обломки размером до нескольких метров падают каждый год или два. 100-метровые обломки примерно каждые 10 тысяч лет. Такой большой метеорит, как Чикшулуп, может врезаться в Землю раз в 130 миллионов лет. Наиболее опасным из известных на данный момент является астероид Апофис. Его диаметр более 300 метров, но исследования показали, что падение, предсказанное в 2029 или 2036 годах, маловероятно. В 2029 году он пройдет на высоте свыше 30 тысяч километров от поверхности Земли. Это примерно в 6 раз ближе, чем расстояние до Луны. В это время его можно будет увидеть на небе без помощи оптических приборов. Но используемая сегодня система слежения имеет множество недостатков. Обнаружить такие мелкие по космическим меркам объекты достаточно сложно, они почти не отражают свет. Засечь их можно только с помощью телескопов. Современные радары способны отследить такое тело лишь на подлете к Земле. К тому же новые опасные астероиды могут внезапно образоваться из нескольких столкнувшихся более мелких объектов. В лучшем случае время на то, чтобы предпринять защитные действия, может составить около двух суток. За это время будет сложно даже просто эвакуировать крупный город. Все предложенные на данный момент способы защиты от потенциально опасных астероидов заключаются в изменении их траектории. Вариант, примененный героем Брюса Уиллиса в фильме «Армагеддон», на самом деле не сработает. Взрыв ядерной бомбы на поверхности или в глубине астероида приведет к образованию множества обломков. Это вызовет бомбардировку большой поверхности планеты. Взрывать бомбы нужно на некотором удалении от астероида. При этом возле астероида размером до 500 метров нужно взорвать 6 бомб в 1,2 мегатонны примерно за два года до предполагаемой катастрофы. Ученые предлагают отклонять астероиды от курса при помощи ракетных двигателей или солнечных парусов, но на их установку потребуется много времени и ресурсов. Также есть вариант интенсивного испарения с одной стороны метеорита. Это можно сделать, направив пучок солнечного света при помощи специальной установки. Еще можно разместить вблизи астероида крупный объект, например, космическую станцию. Ее гравитация сможет повлиять на курс астероида. Также можно просто толкнуть астероид при помощи массивного объекта. Пока это единственный вариант, который уже опробован учеными. Осенью 2022 года запущенный с Земли зонд должен столкнуться с астероидом Диморфос, но результат этого столкновения ученые смогут оценить только в 2027 году. По сути, сейчас мы с вами практически беззащитны перед крупными астероидами и пока не видно даже потенциальное решение этой проблемы в ближайшем будущем. После столкновения с астероидом, уничтожившим динозавров, природа восстановилась примерно через 30 тысяч лет. Но тогдашние хозяева планеты эту катастрофу не пережили, и сейчас нет никаких гарантий, что при очередном конце света люди продолжат свое существование на Земле. Тем более, что деятельность человечества только ускоряет наступление очередного массового вымирания. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Если вы хотите первыми узнавать о выходе очередного видео, то подписывайтесь на наш канал. Также просим вас активнее выражать мнение о нашей работе при помощи комментариев и лайков.